Раньше детское отделение микрохирургии глаза находилось в этом крыле. Однако за десятки лет помещения пришли в негодность и находиться здесь стало опасно. В связи с этим на время ремонта медики переехали в другую часть здания. Детей с заболеваниями глаз перевели в эти палаты. Стены здесь покрыты грибком, а окна завешаны одеялами. Так пациентов защищают от холода, а также излишнего света, который вреден для глазных болезней. Сами дети не жалуются, рассказывает Илья. Здесь мальчик находится на стационарном лечении. Ну, только если бы обход не были покляены, вот, как вот этот цветочек, было бы вообще обалденно здесь. И так мне нравится очень хорошо. Подобные условия беспокоят родителей. У Александра здесь лечится сын. Вины врачей в сложившейся ситуации мужчина не видит. Мы же утром проехали, вечером уехали, мы не ночевали. Вы же прекрасно понимаете, что денег у нас не хватает. Обидно, конечно. Раньше в этих кабинетах принимали пострадавших, которых привозила скорая. Лечили бездомных, поэтому помещение находилось в антисанитарных условиях, говорят врачи. И, разумеется, это обработано много сотен раз уже дезинфицирующими растворами. Дважды в день по положению, как это положено обрабатываться дезраствором, это так и обрабатывается. И, несмотря на ужасающий действительно внешний вид, в плане здоровья нахождение здесь безопасно. Решение о переносе детского отделения было вынужденным, говорят медики. Специальная комиссия признала здание аварийным. В 2013 году на его ремонт выделили 5 миллионов гривен, рассказывает главный врач. Однако пока работы остановлены. На данный момент выполнены демонтажные работы, межэтажных перекрытий частично. И сейчас планируется проведение второй очереди ремонтных работ по стационарному корпусу. Если это больница второго уровня, которая финансируется с областного бюджета, если будут деньги, мы заявку дали по этому вопросу, по потребности на финансирование этих мероприятий. Когда выделят деньги на ремонт, не уточняют ни в мэрии, ни в областной администрации. Сергей Аганесян, Артем Молчанов, Панорама. Продолжение следует...